Возлюбленная Церковь, дорогие братья и сестры, приветствую вас словами воскресшего Спасителя. Мир вам! Я благодарен безмерно моему Господу за то, что могу быть в вашей прекрасной Церкви и находиться среди этой величественной, великолепной витрины. И я рассматривал эту витрину и любовался ей. И, конечно, я понимаю, насколько Господь Бог наш благословил нас всех. И мне кажется, из всего, что здесь есть представлено на этой витрине, самое главное, я думал, что же самое главное? И, скорее всего, что я подумал, что этот хлебушек самый главный, потому что он представляет нам Слово Божье, Святое Евангелие. И когда детишки нам сегодня пели, то сердце сокрушается, и хочется благодарить Господа, хочется славить Его и поклоняться Ему. Меня зовут Игорь, фамилия моя Цюпак, я сам львовянин, но 27 лет тому назад я эмигрировал. И я эмигрировал на восток и оказался в Москве. И вот я 27 лет в Москве, там несу служение пастора, также был директором трех библейских школ. А сейчас я продолжаю пасторское служение и езжу на миссии в Индию, в Эфиопию. И там мы готовим пасторов, служителей для этих народов. Господь был все время благ ко мне. Он дал мне жену, Он дал мне детей, у меня уже восемь внуков. И у меня есть свидетельство, и это свидетельство таково. С Иисусом жить радостно, потому что вы постоянно под Его защитой, под защитой Его крыл. Я сегодня хочу поделиться Словом Господнем, и я верю, это Слово всех нас благословит. Мы празднуем в эти дни праздник благодарения. И в Ветхом Завете написано, Господь сказал, празднуй для меня. Празднуй для меня. И поэтому, когда мы говорим об этих фруктах, овощах, которые произрастила рука Господня, и которые мы вкушаем и говорим о всех всевозможных яствах, которые у нас на столе, мы должны всегда помнить, что это Бог наш. Он – Эл-Шадай, Он – кормилец, который питает нас и одевает нас, и заботится о каждом из нас. И поэтому наше понимание, то, что Он – Эл-Шадай, Он – кормилец, это должно постоянно вызывать в нас чувство благодарности и хвалы Богу нашему. И вот я хочу читать из послания к евреям, последняя глава, 13 стих, 15. Здесь апостол говорит, и так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Я вкратце хочу сказать об этой удивительной книге, послании к евреям. И эта книга состоит из 13 разделов или параграфов, и каждый из них начинается вот этим словом «и так». Вот, например, первый параграф начинается так. «И так мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». И апостол будет говорить, что нужно делать, чтобы нам не отпасть. Второй параграф начинается словами из 3 главы. «И так, братья, святые участники небесном звании, уразумейте, уразумейте посланника и предвосвященника исповедания нашего». Следующий параграф говорит, посему или так будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался бы кто опоздавший. И таких 13. И вот последнее, последнее, и так, или последний параграф, это значит заключение проповеди. Это значит сумма всего, что хотел сказать великий апостол, автор этого послания, заключается вот в чем, в этом 15 стихе. Что же он нам скажет? Он нам скажет, «И так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Апостол говорит о жертве, о какой-то жертве, которую непрестанно нужно приносить. И что же это за жертва? Он объясняет нам. Это хвала наших уст. Это благодатность. Мы должны помнить, что это послание он пишет евреям, которые знали закон. Они знали, что в Ветхом Завете предписывались в основном пять жертв, которые израильтяне должны были приносить. Но кроме этих пяти жертв были еще две, которые нужно было делать непрестанно и каждый день. Это была утренняя жертва, которую приносили в 9 часов утра. И это была вечерняя жертва, которую приносили в 3 часа после полудня. И они это делали изо дня в день, непрестанно. И вот когда апостол говорит, что нам нужно приносить Богу, а непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то именно он намекает на эту жертву утреннюю и вечернюю. И смотрите, в истории Израиля не было такого дня, когда бы эта утренняя и вечерняя жертва не была бы принесена. Библия свидетельствует, что через всю историю народ израильский приносил Богу утреннюю и вечернюю жертву. И даже, когда Тит, римский полководец, окружил Иерусалим в 66 году и держал в заперти этот город 4 года, 1 миллион 100 тысяч человек были там, в этом городе, 4 года он держал их, и люди умирали от голода. Люди съели все, что можно было, все, что двигалось, все, что можно было съесть. Иосиф Лавий, еврейский историк, в своей книге «Войны иудейские» описывает всю эту картину, как это происходило. Люди все съели, что можно было съесть. Наконец, стали есть, заниматься каннибализмом, то есть вкушать человеческое тело. Рассказывает Иосиф Лавий, что одна женщина заколола своего трехлетнего ребенка на глазах у всех, и сжарила его, и ела его. И люди, смотря на это, сходили с ума. За 4 года умерло голодной смертью 1 миллион 100 тысяч человек. Потом 97 тысяч были взяты в плен. Но, говорит же этот историк, что там, среди этого голода и смерти, было стадо жертвенных овец, которым никто не прикоснулся. Потому что из этого стада жертвенных овец каждый день приносили Богу утреннюю и вечернюю жертву. И вот это имеет в виду великий апостол, когда говорит, что нам есть некая жертва, которую нужно приносить непрестанно. Что бы ни произошло в вашей жизни, если бы даже солнце не взошло над нашими головами, и тогда мы должны принести Богу жертву хвалы. Аллилуйя! Бог наш достоин. Для чего мы пришли в этот мир? Что мы здесь делаем? Куда мы идем, дорогие мои? Блаженный Вагустин, величайший богослов 4 века, говорит, Господи, Ты сотворил нас для Своей славы. Я и Вы, мы в этом мире, мы пришли сюда, мы живем, независимо в какой стране, мы живем для славы великого Бога. И Господь говорит в книге пророка Исаии, Ты мой раб, Ты мой раб, в Тебе я прославлюсь. Бог постоянно ищет в Себе людей, через кого бы Он прославился, через кого бы Его имя стало известным во всем мире. И Вы, и Я, мы избраны. Он нас избрал. В мире сегодня 7,5 миллиардов людей. Но только Вы, и Я, мы верующие, мы служим Богу. Знаете почему? Потому что великий Бог наш избрал вас. И меня избрал. И апостол Яков говорит, что Он вас хотел. Он вас хотел и родил нас словом истины, чтобы нам быть начатком Его творения. Дорогие мои, это Его была добрая воля, это Его было изваление, что Он вас и меня нашел в этом огромном мире. Он нашел вас, и Он нашел меня, чтобы прославиться. И чтобы мы с вами, как здесь говорит апостол, непрестанно, непрестанно приносили Ему в жертву. Хвалу! 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 В 49-м псалме, или лучше сказать, в 49-й главе книги Псалма, это псалом Асафа, Асаф говорит удивительное откровение. Удивительное откровение. Я хочу поделиться этим откровением. Я буду выборочно читать, начиная с 5-го стиха, 49-ю главу. Господь говорит, «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Кто эти люди? Кто эти люди, святые, вступившие в завет с Богом при жертве? Это вы, и это я. Они, это мы обещали. Мы обещали, что мы будем служить Ему доброй совестью во все дни нашей жизни. И мы смотрели на эту единственную жертву, на Голговскую жертву, и там мы произносили эти слова. Когда пастор нас спрашивал, я помню, «Ты веришь в Иисуса Христа?» Я говорил, «Я верую». «Веришь ли ты, что Он? Он твой Спаситель?» «Я верую», говорил. «А будешь ли Ему служить?» Я говорил, «Да». «Я буду служить Ему всей моей доброй совестью». И, наверное, вы так говорили. Аминь. И вот, смотрите, Господь говорит, «Соберите мне тех». Соберите, соберите тех, кто вступил в завет со мной при жертве. Соберите. И я, и небеса провозгласят праведность. Что-то скажут небеса. И вот что говорят небеса, что говорит Бог. «Слушай, народ мой, и я буду говорить». Что же скажет Бог сейчас? Я очень хотел знать, что скажет сейчас Бог. И вот что сказал Бог. «Не за жертвы твои». Это стих 8. «Я буду укорять тебя». Нет. Ты приносишь много жертв. Все зажжения твои. Послушайте, все зажжения – это одна из тех пяти жертв, которые в книге Левит. И там подробно расписано. У меня нет времени толковать. Это сегодня. Но Господь говорит, «Ты приносишь мне все всесожжения твои, а не предо мной». И Бог говорит, смотрите, «Больше я не приму тельца из дома твоего, не козла от воров твоих, ибо все звери в лесу моей, скот на тысячи гор, это все мое. Я даже знаю птиц на горах по имени и животных на всех полях». И дальше говорит Господь, «Разве я ем мясо волов и лепил кровь козлу?» Да нет, мне это не нужно. Мне это не нужно. Но что же нужно нашему Богу? А вот что Он говорит. 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу». Принеси в жертву вот, что хочет Бог. Вот, что хочет Бог. Не всесожжения, не другие жертвы, но принеси мне в жертву хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои. Это означает, пообещай Ему. Пообещай, пообещай, что ты не будешь сидеть у экрана телевизора, что ты не будешь сидеть у своего смартфона, но ты будешь сидеть у этой книги книги. Халлелуя. И ты будешь питаться, ты будешь питаться, ты будешь на злачных пожитях Божьего Слова. Пообещай, пообещай, пообещай. Пообещай. В многих церквах, в том числе и в моей Москве, я верю в десятину, и люди мои приносят десятину, но я также денежную, но я также верю и проповедую десятину времени. В сутках 24 часа. И десятая часть времени это 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. Это десятая часть от суток, от 24 часов. И вот если бы мы приносили Богу на десятую часть времени каждый день, и эту десятую часть, это означает, 2 часа 24 минуты мы бы проводили в общении с Богом, в Его слове, в молитве, в размышлении, в общении с Творцом Вселенной и нашим Искупителем. Наш Бог был бы очень доволен. Наш Бог был бы счастлив от этого, потому что его дети любят его закон, его повеление. Давид был тем человеком, который любил заповеди Господни, и он говорит в одном псалме, Господи, посмотри, посмотри, как я люблю твои заповеди, как я люблю. Это было свидетельство. Это было свидетельство. И Бог сказал об этом человеке. Только о нем это сказал. Я нашел себе, я нашел себе человека по сердцу моему, который любит мои заповеди, который любит мое слово. Человека я себе нашел, который исполнит мои желания, мои хотения. Обычно мы приходим к Богу и представляем Ему список наших хотений и наших желаний. Господь, дай мне то, дай мне другое, дай мне десятое. И Бог, конечно, дает. Но Ему печально. Ему печально, потому что Он ожидает, что кто-то придет к Нему и скажет, Господь, я не пришел к Тебе со списком моих нужд. Я пришел к Тебе с одной нуждой, с одним вопросом, с одним делом. Я хочу исполнить Твою волю. Я хочу исполнить Твои желания. Скажи мне, что Ты хочешь от меня, и я это сделаю. И я пойду, куда повелись идти. И я скажу, что повелись мне сказать. Бог ищет в Себе таковых людей. И вот смотрите, дорогие мои, это удивительный рецепт. Библия полна удивительных рецептов. Я всегда говорю своим студентам, что хотите, хотите быть успешными в жизни, хотите быть благословенными, читайте эту книгу. Она полна рецептов. Она полна рецептов. Прескрипшен. Как и что делать? Куда ходить? Куда не ходить? О чем думать? Она все об этом вам скажет. И вот смотрите, говорит нам псалмопевец, Господь через него, принеси в жертву Богу хвалу. Именно такой порядок. Вначале принеси в жертву Богу хвалу, затем воздай ему обеты свои, то есть побоищай. Когда я читаю книгу псалмов, очень часто Давид скажет, Господи, я исполнял мои обеты, он был человеком, который давал Богу обеты и исполнял эти обеты. И вот именно такой порядок. Вначале принеси Богу хвалу, затем воздай ему обеты свои, а потом что? Смотрите, удивительное слово. Рецепт, ключ, ключ, ключ к нашим множеством вопросов. Когда придет на тебя беда? Когда придет несчастье? Когда придет что-то худое? Тогда Господь говорит, призови меня, аллилуйя, и я услышу тебя, избавлю тебя, а ты меня прославишь. Это порядок. Вначале воздай Господу хвалу, затем что? Помещай ему. И затем, когда в жизни придет беда, а беда приходит в каждый дом, в каждый дом приходит беда, и что тогда делать, когда пришла беда? Господь говорит, призови меня, призови, призови, в день скорби, в день скорби меня призови, я избавлю тебя, а ты прославишь меня. Вот какая очередность, какой порядок. А последний стих этой главы говорит нам следующее, я хочу как раз прочитать из греческого текста, из Септугинте, здесь сказано, ибо жертва, тхизия, жертва, жертва хвалы прославит меня, говорит Господь. И кто делает это, то есть кто приносит хвалу, тому я явлю мое спасение. Слово спасение, греческое сотерион, и оно очень широкое. Оно означает, явлю тебе спасение, это значит, я помогу тебе, я исцелю тебя, я дам тебе помощь, я решу твой вопрос, я буду с тобой, я пойду впереди тебя. Аллелуя. Принеси, принеси Богу в жертву хвалу. И это должна быть, какая жертва, дорогие мои, непрестанная. То есть нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. И теперь я еще хочу один текст. И я верю, что это поможет нам глубже понять то, о чем я пытаюсь вам сказать и донести. В 26 главе книги Псалма, тот же, тот же Давид, я изучаю эту книгу Псалма. И знаете, почему? Потому что, я всю Библию изучаю, но я очень тщательно изучаю книгу Псалма, ибо мой Спаситель, Иисус Христос, когда был на этой земле, когда Он говорил, разговаривал с людьми, то Он ссылался на Писание, Он ссылался на Веткий Завет, и больше всего Он ссылался на книгу Псалмов, которую написал Давид. Ибо это был человек, сладкий певец Израиля, это был человек, о котором Бог сказал, я нашел себе, я нашел себя мужа, нашел себе мужа по сердцу моему. И вот, смотрите, в 26 главе, что говорит этот человек? Давид, он исповедует, это молитва, он говорит, Господь, Ты свет мой, Ты спасение мое, кого мне бояться? И потом он говорит, одного просил я у Господа, этого только ищу. То есть, он начинает, он приходит и молится, и говорит Богу, он что-то говорит Богу, и он говорит, что именно там, в доме Твоем, Ты сокроешь меня. Это нужно читать в будущем времени, ибо Ты укроешь меня в шкине своей и в день бедствия. Ты сокроешь меня в потаенном месте селения Твоего, и Ты вознесешь меня на скалу. Ты вознесешь меня на скалу. И вот, смотрите, он это говорит, говорит, а потом в 8 стихе вдруг он скажет, сердце мое говорит от Тебя. Да селе, Давид что-то говорил от себя, но сейчас он скажет то, что он получил непосредственно с небес. Он скажет нам то откровение, которое он получил от Бога. И какое откровение он получил? А вот какое. Бог ему сказал, Давид, ищи моего лица. Давид, ищи моего лица. И Давид ответил, и я буду искать лицо Твое, Господи. Итак, Бог, в молитве Бог пришел к Давиду и сказал, Давид, ищи моего лица. Что это такое? Как это понять? И нам нужно сейчас перед молитвой уяснить, что означает в Библии искать лицо Господне. Посмотрите, как правило, когда мы молимся и приходим к Богу, мы начинаем говорить Ему о том, что нас болит, какие у нас проблемы, сколько денег не хватает. И это, знаете, как называется? Это называется искать Его руку. Не лицо, а руку мы Его ищем. Это означает подарки. Господь, дай мне немножко, еще чуть-чуть денег, еще чуть-чуть здоровья, еще чуть-чуть чего-то. Дай мне, мы ищем Его руку. А Бог открылся, и Давид так делал, Он искал Его руку. Но когда Он искал Его руку, Бог сказал ему, Давид, ищи лица моего, не руку мою, не подарки, которые бы ты получил от Меня, но ищи Мое лицо. И Давид сказал, я буду. Хорошо. Что же это теперь означает? Я хочу проиллюстрировать эту истину одним примером. Как я уже сказал, у нас там в Москве библейская школа, однажды нас посетил один пастор из Лос-Анджелеса, он кореец по национальности, и у него церковь там большая. И он рассказал студентам такую историю. И он говорит, я, я пастор церкви, и у меня семеро детей. У меня семеро детей, семеро сыновей. И я хороший отец. Мои дети одеты, обуты, они сыты. Я хороший отец, я забочусь о них. У них хорошие телефоны, у них хорошие часы, у них все супер, все супер. Однако, он говорит, когда я прихожу домой после церкви, вечером, они все окружают меня, все окружают меня. И друг за дружкой подходит ко мне и один говорит, первый, отец, дай мне денег. Зачем тебе денег? Новый телефон хочу купить. Ну, у тебя хороший телефон, 6-й С. Нет, там уже есть 8-й, я хочу 8-й, 8-й С. Отец говорит, нет, ну у тебя хороший телефон, мы не так давно купили его. Ты пользуешься им? Зачем? Он работает великолепно. И отец отправляет его в сторону. Приходит другой, что тебе, сынок? Отец, дай денег. Зачем тебе денег? Мне нужны новые кроссовки. Зачем тебе новые кроссовки? Там появилась кроссовка New Balance. У меня эти, как называется, Eddie Dasch, у меня Eddie Dasch, но там вышли, появились New Balance, я хочу New Balance кроссовки. Отец говорит, ну мы только две недели тому назад купили тебе новые кроссовки. Зачем тебе? И отправляет его. Приходит третий, отец, дай мне денег. Зачем тебе, сынок, денег? Часы. Часы. Мне нужно часы свитерские, новые. Там новый бренд появился, и я обязательно хочу иметь эти часы. Отец говорит, у тебя и так шейка на руках. Что ты хочешь? Кто еще имеет? И, наконец, подходит последний. А этот последний никогда ничего не просит. И говорит пастор этот, этот последний приходит ко мне, садится мне на колени, обнимает меня и начинает целовать. И начинает говорить, отец, ты самый лучший у меня отец. у никого в мире нет таких отцов, как ты у меня. Ты заботишься обо мне. Я одет, я сыт, я все имею. И он продолжает, говорит пастор, продолжает меня обнимать и целовать и говорить, как он любит меня. И дальше пастор говорит, вот этому последнему, вот этому последнему я отдал бы полмира, если бы я имел. А этим попрошайкам мне ничего не хочется дать, потому что сколько им не давай, им всегда мало. Дорогие мои, искать лицо Господня означает вот что, приходить к Богу и не говорить Ему о том, что вам надо. Он и без вас знает, что вам надо. Аминь. Он знает или не знает. Если мой Бог не знает то, что мне нужно, покажите мне это в Библии. Но я из Библии знаю, что еще нет слов на языке моего, мой, Господь все знает. Ибо, когда я был в утробе моей матери, Он очертал для меня план для всей моей жизни. За роды мой, видели Его глаза. Он все для меня приготовил наперед от А до Я. Он все обо мне знает. И Ему не нужно рассказывать. Но Он ожидает, чтобы я приходил к Нему, садился Ему на колени и обнимал Его, и целовал Его, и говорил, Господь, Ты мой добрый пастырь, Ты мой любящий отец, Ты знаешь число волос на моей голове. И Твоя милость надо мной как шатер. И этот шатер высотой до небес говорит нам Давид. Этот шатер высотой до небес, не до облаков, дорогие мои, до небес. Этот шатер Божьей милости и благодати. И Бог ожидает от нас, чтобы мы приходили в Его присутствие и поклонялись Ему, и восхваляли Его, и говорили, нет подобного Тебе, нет ровных Тебе, Господи, Тобой одним я восхищаюсь, Ты судьба моя, Ты часть моя во веки, Ты любовь моя. Вот что ищет Бог, вот чего хочет Бог. И я вас уверяю, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, вы еще не закончите эту хвалу, вы уже еще не закончите ваше поклонение Богу, как Господь исполнит и восполнит все ваши нужды. И вы пойдете домой, радуясь, и вы знаете, что Бог уже все совершил. Вы Ему не говорили ничего, а Бог уже вам ответил и сказал, сынок, дочь моя, иди с миром, у тебя будет все хорошо. Аллилуйя. Это секрет, это секрет, это секрет, дорогие мои, успешной жизни, это успех, успех благословенной жизни, это тот путь, который мы можем угодить Богу, потому что мы читали, кто приносит Богу жертву хвалы, тот что? Тот славит Его, и кто стоит на этом пути, тому Он явит свое спасение. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы наше сердце было благодарно, чтобы наше сердце непрестанно хвалило Бога, непрестанную жертву хвалы, уст, и утром, и вечером, и днем, каждый раз, и вы увидите чудеса в вашей жизни, сам Бог без вашего прошения будет восполнять все нужды ваши, ибо Он знает вас от темени головы до подошвы ноги. Он знает, сколько клеток в вашем организме, 70 триллионов, в этом организме 70 триллионов клеток, и Он их питает, и Он их живит, и Он их воскрешает, когда нужно воскресить. Он Бог. Аллилуйя. И Ему принадлежит хвала. Ему принадлежит хвала. И Господь сказал, что Его прославят Его рабы. Его рабы. Ты раб мой, в Тебе я прославлюсь. И если вы раба Господня, и если вы раб Господень, то Господь говорит, в Тебе, в Тебе я прославлюсь. Я прославлюсь. Господь, Он ждет славы, Он царь, он правит всей вселенной. Он держит в руках своих Америку, Россию, Китай, все страны, которые обладают ядерным оружием, и он сдерживает это все. Это он. Это он, дорогие. И они не могут нажать эту красную кнопку, потому что великий наш Бог им не позволяет. Посмотрите, Давид говорит, в слове своем Господь говорит, я, я, Господь, я долгота Твоих дней. Как же мы боремся за долготу дней? А мне не надо бороться, потому что мой Бог, в Которого я верил, Он долгота моих дней. Он жизнь моя. Это означает, что Он источник, что Он источник, что Он источник жизни моей. Что Он все для меня. Если я только Ему принадлежу. И сейчас я хочу всех нас призвать к тому, чтобы мы поклонились Богу. И чтобы в этой молитве, вот в этой, мы ничего у Него не просили. Но подняли бы руки наши к небесам и сказали, Отец, во имя Иисуса Христа, как написано, я благодарю, я благодарю, я благодарю. И с этого вечера я буду только Тебя благодарить и славить. Ибо этим я угождаю Тебе. Этим я делаю Тебе приятно. Я хочу Тебе делать приятное. И Бог обратит на вас свое внимание. И восполнит ваши нужды. Аминь. Помолимся. Помолимся. Тебе приятно. Отец. Боже.